Здравствуйте, спасибо, что пришли все. Вы знаете, должен сказать, было много пресс-конференций и много презентаций проектов, но так волнительно, как этому проекту, наверное, лично у меня еще не было, потому что мы видели глаза этих ребят, которые будут участвовать в этом конкурсе. Эти ребята, которые уже две недели находятся в Москве, которые приехали со всей России, поверьте, география просто невероятна у этого конкурса. Такой географии, я могу это официально сказать, никогда еще ни на одном, не то что детском, на взрослом конкурсе не было, потому что если мы просто зачтем вам какие-то города, существования которых вы даже не знаете, поверьте, и это есть ребята, которые добирались на этот конкурс 3-4 дня, потому что им надо было делать кучу пересадок, и это, ну, просто невероятно. Эти дети, которые сейчас здесь, которые вместе с нами в этом санатории, с которыми уже работают, конечно же, законные представители и медицинский персонал, и преподаватели, и психологи, потому что эти ребятки особенные, и мы их очень любим. И я должен сказать, вот то, что сейчас уже происходит, до начала входа в студию и того, что страна увидит на экране, я должен сказать, лично я уже чувствую, что проект уже состоялся, лично вот для меня, потому что глаза этих детей, этих ребят, и как они себя ощущают сейчас, это бесценно. Когда мы объявили кастинг, и не только из России, со всего действительно постсоветского пространства начали приходить заявки, и вот сейчас у нас ровно были отобраны 92 ребенка, которые уже вторую неделю вместе с нами репетируют, готовятся к тем съемкам, которые в ближайшее время состоятся. Наверное, я бы не согласился с определением особенные дети, потому что это обычные дети, это самые обычные дети, ну, кроме разве одного. Эти дети намного взрослее своего возраста, они намного серьезнее, и эти дети, которые не по-детски, наверное, ну, пережили в своей жизни какие-то очень тяжелые моменты эмоциональные. И, может быть, мне хотелось бы, как раз предваряя возможный вопрос по этому поводу, сказать о том, что никакие, скажем, в проекте вещи, которые будут происходить с этими детьми, как то, там, непрохождение в следующий этап, или там, непобеда для них, я с ними встречался, я их видел, точно так же видел их глаза, как Гулять Недович, да? И мне кажется, что, вот Тимур сказал правильную вещь, что для нас проект уже состоялся, и это действительно так. Для нас, как для людей, проект уже состоялся, потому что эти счастливые дети, это дети, вырвавшиеся из очень маленького пространства, пусть то детский дом или маленький городок, за пределы которого они не выезжали. Так вот, я надеюсь, что все самое страшное и очень тяжелое в эмоциональном смысле эти дети уже пережили, и это осталось для них далеко в прошлом. Впереди у них только эмоции, только положительные эмоции, даже если эти эмоции будут связаны с тем, что кто-то не пройдет дальше, все равно это положительные эмоции. Для этих детей проект тоже уже практически состоялся. Я провел с ними достаточно уже много времени, знакомился, мы вместе играли, вместе общались. Вы не представляете, какое счастье они испытывают, во-первых, от того, что они общаются друг с другом, у них появились новые друзья, новые знакомые, чего, наверное, не было до этого. Они жили все-таки, я говорю, в таком запнутом социуме достаточно. И сейчас происходят там удивительные вещи, потому что они вместе ходят на занятия, они вместе занимаются вокалом. Тимур Леонидович об этом вкратце сказал, ну, вот хотел бы сказать о том, что они живут у нас в санатории. И мы, естественно, выполняя все, что должны были сделать для этой категории детей, мы обеспечили продолжение учебного процесса. Мы, они занимаются не только вокалом, не только тем, что нужно для проекта, но они еще, кроме этого, занимаются теми дисциплинами, которые, чтобы, в общем, вернуться и не оказаться там в двоечниках, да, они занимаются, у них есть история и многие-многие-многие предметы. Буквально несколько месяцев назад, когда родилась эта идея, по производству этого проекта, мы предложили добавить к участникам российским детей из тех стран, в которых работает спутник. Это 14 стран, в 10 из которых у нас находятся большие мультимедийные редакционные центры. У нас работает достаточно много людей в этих странах, поэтому, я имею в виду наш персонал, поэтому мы достаточно хорошо знаем ситуацию и нам, конечно, было проще помочь нашим коллегам вместе с ними найти детей талантливых, интересных, которые были бы частью этого большого международного яркого шоу. Вместе с продюсерами канала, вместе с нашими сотрудниками мы отсмотрели практически, наверное, 300 детей, из них выбрали 16. Это дети из 10 стран. И я абсолютно разделяю точку зрения и Тимура, и Вадима в том, что... И более того, по-моему, преподаватель, которая только что была в этом ролике, она сказала, что такого огромного количества талантливых детей, которых она увидела на кастингах, она даже не представляла, что столько есть интересных, достойных и талантливых детей. Я это могу только подтвердить, потому что работая в странах, ну, мы называем для простоты ближнего зарубежья, я вам точно могу сказать, что там огромное количество, как и в России, талантливых, достойных, интересных и детей. Поэтому я очень рад, что дети из наших стран, из тех стран, где мы работаем, они попали на кастинг, они попали на участие в этой программе. Наверное, когда будет идти шоу, мы будем симпатизировать детям из наших стран. Но я думаю, что это как в спорте, мы должны болеть за всех, пускай победит сильнейший. И мы, конечно, очень хотим, чтобы участие детей в этом шоу стало для них большой, яркой ступенькой в жизни, чтобы это был их шанс. И, собственно говоря, я думаю, что для всех нас, для всех людей, которые принимают участие в организации этого проекта, наверное, это самое главное, чтобы у детей был этот шанс. Сложности, я думаю, были достаточно традиционные. Я думаю, что, наверное, и при поиске и отборе российских участников они были примерно такие. То есть это в основном сложности, которые заключаются в работе с министерствами образования, с попечительскими различными организациями, потому что это достаточно сложная история. Дети из интернатов, из детских домов, для того, чтобы их хотя бы пригласить в Москву, нужно пройти большой путь согласования различных. Поэтому, в принципе, в каждой стране были примерно аналогичные проблемы. Но я бы хотел буквально коротко рассказать историю про участника из Эстонии. Все знают, что у нас достаточно сложное отношение со странами Балтии. Поэтому, когда объявили конкурс, когда объявили кастинг, мы на своих порталах вывесили рекламное объявление и написали письма в эстонские, в детские дома, в министерство образования. Никто нам не ответил. Через какое-то время пришел ответ из Министерства образования, где они нам пояснили, что, поскольку мы представляем враждебную для них структуру, то они нам совершенно не будут отвечать на этот вопрос. И мы уже подумали, что у нас из Балтии не будет участников. И тогда из одного детского дома директор позвонил нам и рассказал о том, что у них есть талантливый ребенок, который хотел бы принять участие в этом конкурсе. Таким образом, собственно говоря, вот из такой истории, и в Москву приехал участник из Эстонии. Я хотел бы добавить к словам Андрея Александровича, что, он говорит, во всех странах одинаковые были проблемы. Я бы хотел сказать, что в России таких проблем у нас не было, потому что Министерство образования, когда узнало все детали и подробности этого проекта, они реально включились, помогли в этой работе, потому что понятно, что Министерство образования, госучреждения, такие как детские дома и попечительские советы и все остальное в региональной, да, они не могут напрямую общаться. Поэтому мы встретили понимание, мы встретили содействие. По-моему, я ни минуты не раздумывала, когда я узнала вообще, что это, о чем, как это все будет. Это было просто абсолютно мое, абсолютно мое направление, прежде всего, потому что я профессиональный музыкант, и речь пойдет здесь и о музыке, и о талантливых детях. И мне это безумно интересно, это здорово, здорово. Я безумно счастлива, что НТВ как бы выбрала меня. Дети из разных стран, как они общаются между собой, как они впитывают культуры друг друга, может быть, язык какой-то, вот как они вот в этом этапе общения, не только музыкальном, но и вот это развитие у них происходит. Спасибо. Это, кстати, хороший вопрос, потому что, когда мы, когда возникла эта идея, потом она развилась, эта идея в то, что дети, мы не должны ограничиваться только Россией, потому что, на самом деле, на самом деле, после того, как мы объявили этот кастинг, нам начали приходить, самостоятельно начали приходить заявки из Белоруссии, например, или из Украины, и мы, конечно, тут же поняли, что ни в коем случае границами какими-то российскими, ограничивать нельзя. Поэтому вот дальше, собственно, совпали желания и идеи со спутником, и так далее, это доросло все до границ бывшего Советского Союза. Самое важное, что этот проект, он, ну, само собой разумеется, он вне политики. Мало того, что это само собой разумеется, но вот мне лично где-то глубоко-глубоко в душе хотелось еще это как-то показать, да, и дети, которые собрались сейчас в одном месте, это удивительная история, потому что реально нет никаких границ, нет никаких границ. Дети из Украины и России потрясающе общаются, из Грузии и Абхазии дружат, и так далее, и так далее, и так далее. Они все друг с другом дружат. У нас не было за две недели, вот то время, когда они, сколько они там находятся, не было ни одного конфликта, ни одной стычки. Их реально, вот как пела в свое время Маргарита Суханкина, и не только она, музыка нас связала. Только я. Вернее, да, только она пела. Так вот, музыка нас связала, и музыка нас действительно связала, и уж тем более она сейчас связала людей, детей из самых разных стран. КОНГА ИНТРИГУЮЩИЕСКАЯ МОГМИ, ИМЕНТРИГУЮЩИЕСКАЯ МОГМИ СМЕЙМОГМИ и улаж appe works. Вернее, в сохраншем Product recession, созданный микрососеджution keyшкуφенцией,